Хорошие дороги должны быть платными. К такому решению пришло Министерство транспорта и дорог. По словам чиновников, на реабилитацию нескольких трасс республиканского значения, таких как Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугард, Ош-Сары-Таширки-Штам, Бишкек-Эсфана и Талас-Тарас-Усамыр, потрачено около 2,5 миллиардов долларов. Деньги некогда были получены от различных зарубежных доноров в виде грантов и кредитов. Они же ежегодно выделяли более 70% от требуемой суммы на содержание дорог. Кроме того, из республиканской казны каждый год на эти цели затрачивается около 3,5 миллиардов суммов, что составляет всего 30% от необходимой суммы. Крымская республика в дальнейшем не может постоянно рассчитывать на эти инвестиции, которые были вложены в последние годы на реабилитацию автомобильных дорог. Поэтому в таких условиях возникла необходимость содержания этих дорог, которые построили за счет инвестиций и грантов. В этой ситуации есть необходимость вводить платные дороги и изымать средства от автотранспортных средств. Чтобы оправдать расходы, в Минтрансе решили ввести тарификацию для различных категорий автотранспорта. По предварительным расчетам, один километр трассы для водителя легкового авто будет стоить от 60 тыинов до 2 сомов. Для грузовых автомобилей сумма будет выше от 2 до 14 сомов в зависимости от характеристик грузовика. За движение по дороге с четырьмя полосами и более платить придется всем участникам движения. А вот на двухполосной, такой как стратегическая трасса Бишкек-Ош, плата будет взыматься лишь с грузовых авто. Нововведения пока коснутся лишь трех дорог республиканского значения. Участок автодороги Бишкек-Ош в объезд города Узген, альтернативной дороги Бишкек-Карабалта-Чалдовар и участка трассы Бишкек-Нарын-Торугард через перевал Кубакы. Это нужно. Вопрос в том, насколько это будет реализовано. Это главное, понимаете, любые идеи можно испохабить. Соответственно, как сам сбор денег должно быть, как это все организуется, чтобы не было кераметровых очередей перед пунктами сбора денег. Чтобы это не слишком, так сказать, напрягало карман. И чтобы каждый, кто платит, он видел выгоды от того, что он поедет. Платить или не платить будут решать сами водители. Платными дороги станут лишь для тех, кто предпочтет качественные новые трассы, а не разбитые старые, говорят чиновники. Но расставаться со своими деньгами, пусть и в обмен на обещанную гладкую дорогу, готовы не все. В первую очередь немаленькие траты на себе ощутят дальнобойщики, особенно те, кто в день совершает по нескольку рейсов. Я не согласен платить. У нас все дороги разбитые, везде дыры и ямы. В нашей стране нельзя делать дороги платными. За что нужно платить? За ямы? Посмотрите, вот даже в городе недавно отремонтированные дороги уже разваливаются. За что платить? Мы платим по 45 сомов, когда едем в одну сторону, потом обратно столько же. Сколько машин каждый день едут? Что мешает найти деньги содержать дороги? Пусть отчитываются за эти деньги, сделают платными. И что значит, будут стоять и собирать? Это мы будем кого-то просто кормить за свои деньги. В принципе, конечно, правильно, но я не думаю, что будут ремонтировать дороги. Если бы мы точно знали, что деньги пойдут по назначению, никто бы не был против. Между тем, инициативу в ближайшее время оформят в виде законопроекта. Позже проект вынесут на общественное обсуждение, после чего судьбу этого документа будут решать в парламенте, где его могут одобрить, невзирая на недовольство водителей.